День народного единства Их из серого нижнего Видимо еще более серый городец Чубы и нет Сейчас будет немного кадров дороги Потом немного кадров серого города Может что-то интересное будет А может что нет Снимаем потому что хотим руки занять Да потому что можем Нас в машине три человека Я, мое эго Ну и кто-то еще я забыл С вами как всегда Юра, Мила, Данила Сегодня без Димы Кстати, если говорить без Димы Это так без Димы, без Димы Кого-то пиздим мы Биздимы, пиздим мы Ладно, меньше воды Потому что на улице и так достаточно И как всегда, ребят, работаем Гороскоп на сегодня От Милы Сергеевны Юр, ты кто? Я Козерог Оно и видно Так, Козерог Это хорошее время, чтобы принять ванну С каким-нибудь подозрительным человеком Вечером у вас должно появиться Искушение укусить соседскую собаку Скорее всего, ночью вас напугают покороны Вечером вы можете обнаружить, что ваша голова Стала похожа на картон Я че, ЛСД сегодня принял Это вырежу Следующее Не следую беспокоиться по поводу того, что вы стали частью стаи собак В этот день ваш анус может начать ржаветь Вы можете встретиться с натосовищ... Фу, блядь, вырежет! Нет, не вырежет С настоящим демоном, который будет кормить вас грудью Возможно, ваши соседи захотят обрасть вашу душу Итак, рыба Сегодня ваше настроение будет похоже на дикий борщ с капустой День хорош для сексуальных добогательств Особенно относительно ануса твоего Который заржавеет Спасибо, спасибо Убирать ржавчину надо просто Этот день идеально подходит для того, чтобы родить большой арбуз Ну ты, Данила, это уже сделал Не бойтесь лизать жабу Сохраняется возможность без проклятого загадка Какая прелесть Подписывайтесь, кстати, на канал арбуза моего Вот, ссылочка, наверное, будет закрепит А может и не будет Как-то так, ребята Вы понимаете, в городце есть своя пивоварная Вы понимаете, что мы теперь отсюда не уедем Пока не попадем на экскурсию И не попробуем свежего городецкого лагеря и поливного эля Я не знаю, как они свой стиль могут назвать Вы понимаете, что мы в Нижний вообще в принципе уже не вернемся Вы понимаете это? Итак, господа нижегородцы приехали в Городец Город, который упоминается в летописях с 1152 года Он типа старше Нижнего И с населением 29 тысяч небольшим человек Население падает по данным 2020 года Небольшой ликбез, да? Сейчас мы в центре города и выглядит он вот так Вот, как я видела Юра счастлив вот этой конструкции Юра любит конструкции Юра, ну что, твои первые эмоции об этом старом городе? Фонтан Ребят! Блин, на любом А, да Значит, на улицу выдают, значит, можно будет взять А почти с ним можно Не знаю Самые главные вопросы сейчас Выдают ли на улицу и пописать Хэштег Хэштег Пописать на улице Работаем, ребят Работаем 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 Юр, а какой твой любимый досуг? Ээээ... Не знаю Юр, раз ты не знаешь, тебе поможет досуговый центр «Метеор» Хэштег В любом старом городе должен быть вождь И если в Питере у нас был малоголовый, в Нижнем Новгороде то, что есть здесь, только здесь это более миниатюрное. Очень странная словесная конструкция сейчас получилась, но все же. Это карликовый линин. Вождь. Почему он так? Как хлювка. Ну что, не можно спрятаться. Он, на самом деле, был маленький. Или ты хочешь сказать, что вождь был двухметровый? Такой двухметровый накачанный самец. Я ничего не хочу сказать. Я, скорее всего, вон такой воросты и был. Возможно, натуральный. Натуральный вождь. Натуральная Мила. Кто прозадок? Кто натуральнее? Вождь или Мила? Юра, зачем ты привел нас к этому мосту? Ну что, Рыжик, будешь нападать? Танинский песик. Все, ушел песик. А теперь я вам покажу самый настоящий ритуал вызова дьявола. Смотрите. Встаем в звезду, которую для нас подготовили. И самое главное. Оп. Оп. Сейчас лента шури дьявол появится. Пойди. Покупай эти продукты. Все эти гипермаркеты. Лента. Уже пришел. Окей. А сейчас мы дошли к одной из, видимо, новых и главных достопримечательностей города Городец. Город мастеров. Суть этого города, это несколько деревянных конструкций, созданных без содействия металла, как я понимаю. То есть, все из дерева, из плетения, соединения. Хотя, вот, камеры я вижу, наблюдения. Они точно были на винничке-шпунечке приделаны. Но, в любом случае, вот такое вот сделали. Вид сверху вы уже видели, я думаю, на других катах. Суть этого комплекса еще в том, что, если попасть сюда внутрь, мы, типа, можем пройти весь этот комплекс насквозь. Через один большой переход, получается. Вот, как бы, попадем-не попадем, посмотрим, будет ли нам лень, или будет он открыт, или еще чего. Но, знайте, приедете сюда, вот вам такая деревянная конструкция. Мы нашли избушку на курьих ножках. На таких курьих ножках, что им можно целую казарму накормить. А вон там еще кот, который надубит том. Но ведь это не дуб. Смотри, подъем, смотришь. Чертяка. Уточка. Уебище. Ножки. Блин, прыщ выдавили. Ну, ебараса-то. Говорил же, надо подождать. Сам бы ушел. Это... Юра, ну давай, ликбец по уебищам. Щука. Щука. А это, а это сов. А теперь сессия фотографии, мы отключаемся. Но продолжаем работать. Работаем. А в данной странной сюрреалистической конструкции мастер-городца, как считает Юра, я себе согласен, хотел показать течение времени. Смотрите, живой слон. Мертвый слон. А это офисный сотрудник. Юра, ну зачем мы сюда приехали, если купание запрещено? Ну как так-то на рыбку-то не прыгнуть? Ладно, пошел я-то вас. Мы решили экстренно покинуть данное сооружение, потому что Юре звонят. Зашли мы в город мастеров. С меня взяли 100 рублей за съемки, нарушили мои права потребительные. Ну да ладно, я не гордый, я не жадный в данном случае. Поэтому сейчас вы будете наблюдать много дерева. Что-то нет, а все-таки на саморезах. Нас обманули, верните деньги. Юра, смотри, тут сейчас стекло не из дерева. Знаете, что ли, брат, а Лаван бы тут убился. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Прошли мы город мастеров, купили пряничек, купили сувениров, даже в туалет сходили и выяснили, что город мастеров не весь построен без участия металлических предметов, таких как гвоздей или шурупиков или саморезиков и так далее. По сути это просто большая... Э, куда ребят? Ребята от меня сбежали. Это большая изба. Они бы как в принципе строили без металла, так и продолжают строить. Поэтому чересчур эксклюзивного здесь ничего нет. Но как именно погружение в что-то такое плюс-минус, типа старое, окей, можно. Тем более вход стоит всего 100 рублей, ну и 100 рублей за съемку, и ее использовал не только я и Юрий. Поэтому нормально. А, на минуту отфотографировала. В общем, окупилась, недорого. Работаем, ребят. Мы нашли достаточно пушистого кота, которого вы сейчас будете видеть на своих экранах и умиляться радостью. Умиляться радостью? Че я говорю вообще? Вот че я говорю? Кс-кс. Коша, а как тебя зовут? Дымчик. Ты будешь Дымчик. Ребят, праздник. Ребят. Это город, как будто после атомного взрыва. В городце есть чудо-место, в котором, походу, блины подают как шаурму. Ну, точнее, вот, шаурма, курица и бекон. Я надеюсь, это будет в блине, потому что это меню блина Любов, который мистер Пакман. Что скажете? Да. Я хочу с ученой и с сыром. Шаурму или блин? Хочу с ученой и с сыром. Хочу с красной проймой. Шаурма-блин. Короче, ребят, дождались мы вот этого с любовью, Цезарь. Это у нас шаурма из блина. Про сконсервацию. Я не вил с соком, я не умею. Это действительно блин, который меняется. Ты сможешь? Я как раз пришелец, и на слайде с хоспусом я не умею есть. Рукола. Сыр тянет все. У меня прикольно, блин, действительно блин. Как главные ценители и любители пива в Нижегородской области, при выезде из города Городец, мы, естественно, не могли пропустить, заехать на Городецкую пивоварню. Вон там ЦКТшки, пивовар какой-то местный. Сейчас пойдем в их фирменный магазин и будем брать их пиво. Юра, ваши ставки. Сколько в среднем в Антабте там будет? Два, три, может быть. Может быть. Тут есть их, собственно. Тут есть их, бляха, муха. Короче, пиво увидите потом, я не знаю, может быть ставочку какую-нибудь оформлю. Сейчас купим и будем дегустировать. Закупились пивом, Городец пока. Едем обратно в Нижний. Я думаю, все-таки небольшой кусок дегустации запишу уже дома относительно Городецкого пива. Ну а так, итог по городу. Маленький, такая двухэтажная Россия. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. И рассматривайте до конца это видео, чтобы увидеть дегустацию. Ну а так, всем пока и как всегда работаем, ребят. Работаем. Итак, вернулись мы из Городца, как и обещал. Пиво. Дегустация пива с фирменной бердителькой. И схожа 300 рублей, деньги потрачены не зря. Юра уже себе налил, попил. Они с Милой говорят, что пиво вкусное. Сейчас будем тестировать, как это у них, белый лагерь, да? Это горе-море. Горе-море, ну я имею ввиду светлый лагерь, как они его обозначили в Старке. Да, светлый лагерь вроде. Окей. По описанию это было ячменное, кстати, пиво. Такой, как Юра сказал, в камеру надо, да, господи? Как Юра сказал, пиво для сауны. Вот в аромате такой вот чисто солодовый лагерь, чисто, да, для сауны. Ну, кстати, да, с горечью, с таким легким телом. Вот это вот не зернистость, а как это правильно сказать. Солод это ведь у нас что, зерно, зерновистость вот такая вот какая-то вот есть. Газировано, вкусно, без дефектов, главное, без дефектов. Не, нормально, как, вот действительно, пиво для сауны, да, прям хорошо. И вкус есть, и ароматика нормальная, не напрягает. Алкоголь, я думаю, тут тоже где-то 4,5 будет, да, не более, может 4,2. Норм, и Юру продукт. Как это называется? Это богемская темная. Богемская темная. Она очень похожа на это, хотя, Джин, хотя она темная. Чуть больше хлебушка, чем здесь. Какой легкий, как это, не вайсбер, а шварцбер. Вот это вот. Дункель какой-нибудь. Нет, нет, не дункель, послабее. То есть это вот как шварцбер, только меньше хлеба, чем в немецком шварцбере, но больше, чем вот в этом лагере. Короче, да, тоже банная история. Нормально, короче, в городец ехать не только ради пряников, деревянных построек, пустоты и серости, а еще ради этого пива можно заехать, если вы потом в сауну едете, хотите отдохнуть. Стоило оно 170 рублей за литр, соответственно, за 0,5 отварщи копейки. Сколько это вообще, 85 рублей? За пиво, которое сделано, может быть, сегодня. Да, то есть прям свежак свежаком. Нормально. Спасибо, что досмотрели. Здоровья, счастья, любви, вот этого всего. Надеюсь, подписались на канал. Удачи. И по всем ссылкам, которые, если будут, переходите. А мы будем пить и наслаждаться жизнью. Алибидаши, господа. Алибидаши, господа. Кошелец. Кошелец.